Сегодня весь мир говорит о внешней политике. Стали известны итоги выборов США, на которых победил Дональд Трамп. Политологи, аналитики, журналисты все прогнозируют, как этот факт скажется на положении вещей в мире. Разумеется, для нас прежде всего интересно, в какой ситуации окажется Молдова. Ведь у нас свое противостояние между Востоком и Западом. У нас два кандидата, предпочитающие разные внешнеполитические векторы. Какой предпочтительнее из них, разобраться, я думаю, дело принципа. Вы смотрите АКЧН-ТВ. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю вам сегодняшних гостей. Андрей Кириллович Негуца, добрый вечер, депутат от партии социалистов Республики Молдова, член комиссии по внешней политике, так? И Влад Кульминский, он член партии Лянко, Народно-Европейской народной партии. Но мы знаем, что эта партия поддерживает позицию Майсанту. Все правильно? Абсолютно. И вас приветствую. Здравствуйте. Итак, первый вопрос, очень простой и, наверное, непростой одновременно. Как вы восприняли победу Трампа? И как этот факт скажется на Молдове? Андрей Кириллович. Спасибо. Ну, есть в дипломатии такой принцип, что народ выбирает своего руководителя, и все другие народы принимают это к сведению и начинают что-то менять, что-то акцентировать в своих действиях. С этой точки зрения мы, наверное, не должны быть исключением. С другой стороны, на мой взгляд, выбор Трампа говорит о том, что есть прекрасная возможность, чтобы взаимоотношения между Россией и Америкой, чтобы сложились по-другому. Мы все знаем, что в настоящее время они пробуксовывают, по многим есть застой, по некоторым отход от прежних позиций. Ну, как говорят, кризис. Совершенно верно. И с этой точки зрения складывается новая обстановка, что взаимоотношения между странами и личные взаимоотношения Путин-Трамп могут сложиться благоприятно для нас с точки зрения всех моментов, но в первую очередь с точки зрения Приднестровского конфликта. Благодарю вас, господин Кульменский. Вы как восприняли победу Трампа? Ну, вы знаете, в политике, в международной и в геополитике есть еще такое понятие, как национальный интерес. И национальный интерес, он по большому счету, в принципе, от личности людей, которые ругодят государством, зависит в определенной мере. У Америки есть свои интересы в регионе, у России есть свои интересы в регионе, и у Молдовы есть свои интересы, которые Молдова тоже должна преследовать, исходя из своего национального интереса. Так вот, я думаю, что смена президента Соединенных Штатов Америки на структурные интересы Соединенных Штатов повлияет не очень сильно. То есть, знаете, я думаю, что это на самом деле утопия, надеяться на то, что вот придут мировые лидеры, и они как-то между собой договорятся, да, и от этого нам станет лучше. Мы эту политику преследовали уже достаточно давно, но пора нам просто, наверное, взять, собственно говоря, свою собственную судьбу в свои руки и свой собственный национальный интерес в диалоге с нашими партнерами продвигать. То есть кардинальных изменений вы не ожидаете? Я полагаю, что кардинальных изменений нет. Возможно, действительно, обстановка будет более располагать к сотрудничеству, нежели к конфронтации с геополитической точки зрения, но это нужно выстраивать. Это не придет само по себе, только потому что Путин и Трамп встретятся, пожмут друг другу руки, и в регионе совершенно кардинально поменяется обстановка. Так не работает геополитика. С вами спорит ваш шеф Юрий Лянко, который сегодня сделал по этому поводу заявление. Господин Лянко сказал, что неожиданная победа Дональда Трампа может означать, что мир на пороге масштабных изменений. Он сказал, что смена правящей партии в США будет означать пересмотр международных отношений. По мнению Лянко, особенно пострадает международная торговля, а вскоре, вероятно, произойдет перезагрузка отношений с Россией. Вот я не знаю, как вы в этом партии этот вопрос обсуждали, но в данной ситуации, я думаю, что прав господин Лянко, который предусматривает в этом все-таки какие-то изменения. Как скажете сейчас? Вы знаете, тут очень важно подчеркнуть, что вот потому-то и существует система институтов в государстве, что она как-то нивелирует смены правительства, и она не дает возможности резким шокам во внешней политике государства проявиться вот так вот напрямую. Но вы сами сказали, личные взаимоотношения во многих случаях перепределяют. По какой-то мере, но в принципе просто существует большая структура, которая называется Государственный департамент США. То есть там есть огромная институциональная структура профессиональных людей, которые, в общем-то, такие резкие движения, падения этой политики. Почему же? Господин Лянко в том же интервью сказал, что придется в Госдепе поменять 10 тысяч чиновников. В Госдепе поменять 10 тысяч? Да, он сказал в этом интервью, что придется какая-то смена. Кому придется? Причем он, ну, смена администрации. И причем он отдельно остановился на, конечно же, позиции госпожи Нуланд. Он не уверен, что госпожа Нуланд, значит, покинет. Будет иметь возможность... Нет, он не уверен, что она покинет, значит, Госдеп. Вот, наоборот, он считает, что у нее есть хорошее отношение с республиканцами. Но в то же время вот эта цифра в 10 тысяч, я ее хорошо запомнила. Кстати, насчет госпожа Нуланд есть разные теории. Некоторые, наоборот, убеждены, что госпожа Нуланд и печеньки, которые никак не могут забыть, они как бы теперь уйдут в прошлое. Уверяю вас, что Соединенные Штаты Америки останутся стратегическим партнером Республики Молдова и будут нас поддерживать в становлении нашем в качестве функционального государства, независимого государства, государство, которое может предоставлять гражданам свои услуги. Но я думаю, что на самом деле... Это красивые слова. Вот я соглашусь. Знаете, вот так говорить общими фразами, что в становлении Республики Молдова, так можно, в принципе, заменить США на Великобританию, и ничего не изменится в вашем смысле. Вы согласны? Нет, конечно, я не согласна. Нет, вы не согласны. Потому что за этими словами стоят очень серьезные, очень конкретные практические дела, которые Республики Молдова необходимо предпринимать в первую очередь. Вы знаете, мы уже 25 лет сидим и ждем, что вот большие игроки где-то там соберутся за кулисами, и что-то они там для нас сделают. А под шумок тут продолжает государство расшатываться. Значит, под шумок тут продолжают разного рода схемы во власти применять такого рода, что из государства фактически ничего не остается. Нам в первую очередь нужно заняться своими внутренними делами. И здесь первый помощник в нашем этом смысле – это Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Я только одну фразу скажу, что особой пикантности в вашем высказке добавляет тот факт, что последние годы у нас руководили проевропейские силы, которые, собственно, и довели сторону до того, до чего довели. До них руководили коммунистические силы, там очень много было историй. И к ним есть вопросы, но при них все-таки миллиард не крали. Спасибо. Андрей Кириллович. Я с вами согласен, но есть области деятельности. Я повторяю еще раз, например, как Приднестровский, где без больших игроков мы не решим. Это первое условие, чтобы мы начали решать этот вопрос. Необходимо предопределить сферы влияния. А в чьей на сфере влияние окажемся? Если вы спрашиваете, я также прямо отвечу. В чьей на сферу влияние окажется? Мы по-прежнему находимся в постсоветской зоне. Российская Федерация неоднократно говорит, что это зона ее интересов. Но усилия, которые предпринимаются сейчас Соединенными Штатами и другими странами, членами Европейского Союза, приводят к тому, что нас хотят отвергнуть от этого. То есть мы будем в зоне российского? То есть вы имеете в виду, что будет переделать свое влияние? Нет, это вся наша история. Будущий президент Молдова определит. Но, по крайней мере, в геополитике сегодня есть вот такие истремления. А можно вопрос? Позольте мне, если можно, одну ремонт. Вы знаете, я полагаю, что вот такого рода подход, он крайне опасен для Республики Молдова. Он чреват конфликтами, он чреват непрофессиональной внешней политикой. Я объясню вам, почему. Потому что, ну вот господин Додон, допустим, например, его внешняя политика, она все время куда-то ввеляет. То есть он все время как бы такие очень крутые виражи делает. То он, значит, выступает за подписание договора с Европейским Союзом. Я это слышал лично на встречах с иностранными дипломатами. Он пока не проводит никакой внешней политики. Он высказывает. Я говорю про то, что он делал в своей предыдущей роли. Потому что из-за этого мы можем сделать вывод, что он будет делать в роли президента. Значит, это первое. А я, нет, секундочку. Ну, позвольте, я закончу. Нет, не позволю, потому что мы начали говорить о Приднестровье. Давайте тогда закончим. Давайте по Приднестровье, да. Вот я обязательно вам дам возможность высказаться. А, возможно, сейчас даже помогу. Потому что, понимаете как, Додон как в сфере решения Приднестровской проблемы, он говорит о федерализации. Да. Мне очень было интересно узнать, что думает по поводу решения Приднестровской проблемы Майя Санду. Я не пожалела времени, я покопалась в интернете, и я нашла ее интервью. Сейчас я зачитаю. Это интервью от 29 декабря 2015 года, когда она уже партию строила и планировала идти в президенты. Вот что она говорит. Без международной поддержки мы не решим Приднестровскую проблему. Как намерены действовать кандидаты? Каким странам? С каким посылом обращаться? Я считаю, что сейчас Приднестровскую проблему решить невозможно, говорит Майя Санду. Единственное, что мы можем сделать, это построить что-то привлекательное на этом берегу. А до тех пор это все разговоры. Понимаете? То есть получается, что Майя Санду собирается Приднестровскую проблему заморозить. Абсолютно так не получается. Не согласен. А как из этого интервью это можно понять? Человек пытается дождаться, пока у нас будет уровень жизни хороший. Давайте, если вы позволите мне ответить. Понимаете, для того, что Приднестровская проблема – это национальный приоритет Молдовы. И просто так, знаете, как бы там выходить на публику и класть на стол план конфедерализации, который, заметьте, мы еще ни с кем не обговаривали, да? Это означает сдачу национальных интересов Молдовы с самого начала. Госпожа Санда очень правильно сказала. Она сказала, что для того, чтобы Приднестровский конфликт урегулировать, для этого нужно выстроить соответствующие предпосылки. Человек говорит, что я считаю, что сейчас это невозможно. Это означает, что предпосылок для урегулирования конфликта… А я вам объясняю, что делает Додон. Смотрите. А при чем тут Додон? То, что Додон, я знаю, он за федерализацию. Моя Санда расписывается в бессилии невозможность. Она не расписывается ни в коем бессилии. Она говорит о том, что предпосылки урегулирования этой сложной проблемы нужно строить. Ее нельзя просто взять… Просто, знаете, получается такая картина. Додон приходит и кладет на стол план конфедерализации, заметьте, да? Где он признает? Подождите, одну секундочку, дайте я… Вы говорите больше, чем в издалии. Я хочу предложить, чтобы вы не назвали их так. Господин Додон и госпожа Санда. Господин Додон, да. Правильно. Вы просто сказали. А, извините, пожалуйста. Извините, да. Тут я… Господин Додон кладет на стол план конфедерализации, да? Значит… В 2003 году президент Воронин, если вы помните, отказался подписывать план Козака, так? Так вот, тот план, который положил на стол господин Додон, да? Это вариант для Республики Молдова в два раза хуже, чем план Козака. И это его официальный план, который он будет предвигать в роли президента, еще даже не начав переговоры ни с кем. Он уже сдал все переговорные позиции. В этом плане. Я вам могу рассказать. Я вырываю. Вы говорите в три раза. Не надо. Вы говорите гораздо больше. Теперь слово, которое применяет господин Додон, мой коллега, это федерализация. А что это означает? Значит, назовите как хотите. Нет, есть тонкий нюанс. Давайте послушайте. Я поясню вам, что такое конфедерация и федерация. Наличие территориальной автономии Гагаузии уже говорит о том, что мы не можем говорить о полном едином государстве. Если с такими же правами будет и Приднестровье, ничего страшного у нас не будет. Прошу прощения. В этом плане говорится о построении государственно-правовых отношений между тремя субъектами федерации. Приднестровьем, Гагаузии и остальной частью Гагаузии. В нашей разработанной нашей партии брошюре. Уже дали все переговорные позиции. Да, действительно это есть. Больше ничего нет уже. Нам не о чем-то уже говорить. Но это не государственный план, это мнение нашей партии. Подождите, а вот сейчас самый важный момент. Понимаете? Когда вы ведете переговоры с Российской Федерацией, Российская Федерация это очень серьезная, большая, великая держава. Согласен. С Российской Федерацией нельзя играться в разного рода игры. То есть им нельзя взять, вот вы пообещали им, что мы вот этот план будем продвигать дальше. А потом вы пришли во власть и говорите, а знаете, а мы передумали. Воронин это делал уже. Вы делаете такие уточнения? Вы помните, что в 2003 году... Мы не обещали, что это план. Мы предложили для обсуждения этот план. А кому вы его предложили для обсуждения? Обществу. Какому обществу? В нашем молдавском обществе. Хорошо, а если когда вы будете вести с преднестровцами переговоры, да? Вот вы видите с преднестровцами переговоры, они говорят, ребят, так вот же ваш план, вот он. Ну давайте отсюда начинать. Понимаете, мы слышим от ваших представителей, что как это так? Мы хотим вот помочь молдавским школам в Приднестровье. А что они взамен? Если с таким принципом, с таким подходом подойти к этому, мы вообще не решим. Понимаете, я вам объясню как. Понимаете, проблема в том, что вы просто обещаете Российской Федерации вещи, которые вы сделать не сможете. Вы обещаете, вы обещаете, используя выражение «обещать Российской Федерации». Нет, были сделаны обещания. Это есть обещание. То есть я понимаю, что подвыбленные программы были сделаны... Как вы видите, это что? Направлены документы или что? Нет, были сделаны как минимум ключевые обещания, которые Россия будет воспринимать очень серьезно. Вы знаете, о чем мы можем сейчас говорить? Воронин делает то же самое. Если вы знаете, о чем говорят с россиянами социалисты, мы можем предположить, что мы знаем, о чем говорит госпожа Санду с госпожой Меркель. И точно так же я могу рассказать о тех самых беженцах. Вы сейчас начнете возмущаться. О каких беженцах? Чтобы вы... Ну как же, вы же, наверное, читали. Давайте сейчас. Вы же читали. Так я поэтому и говорю. Давайте мы не будем сейчас говорить, что мы знаем, о чем говорить. А зачем вы перебрасываете на тему беженцев, когда мы говорили про очень конкретные вещи? Я вам привела. Не уважите тему разговора. Не уважите. Вы лично знаете разницу между конфедерацией и федерацией? Вы знаете, Людмила, я занимаюсь этим вопросом профессионально. Я профессионал в этом вопросе. Нет, вы просто сказали, что социалисты говорят о конфедерации. Вы разница между федерацией и конфедерацией, знаете? Объясняю. Объясняю. Значит, конфедерация – это союз равноправных субъектов. Абсолютно точно. Нету в нашей области. Теперь смотрите. Следующий вопрос. Вы можете это называть как угодно, но суть – это построение государственных правовых отношений, что есть конфедерация. Мне кажется, это тонкий нюанс. Вот здесь частично я с вами соглашусь. Хорошо. В конечном счете, когда мы говорим о Приднестровье, не важно, как назвать. Главное, этот вопрос решить. А знаете, что важно? Я думаю, что важно, на самом деле, с нашими партнерами из Российской Федерации, из Брюсселя, из Вашингтона долаживать диалог открытый и честный. С ними важно не играть в такого рода Игорь. Совершенно точно. Чтобы господин Додон в роли президента не стал молдавским Януковичем. Мы сегодня говорим… Кто есть? Ну, в самом прямом смысле, посмотрите, Янукович, к чему привел Янукович в свою страну. Я прерываю. Не надо говорить о Януковиче. Я думаю, нет опасений. Я думаю, очень даже есть такие опасения. Я прошу вас, сейчас не говорите о Януковиче. Мы говорили сейчас о позиции Игоря Додона. Я хочу узнать, значит, пройтись по болевым точкам обоих кандидатов. Я не успею. Если вы… Во-первых, я делаю вам замечание. Вы говорите в два раза больше, чем ваш Визави. Уважайте, пожалуйста. Конечно. Договорились. Мы как-никак представители дипломатии. Да, я хотелось бы, чтобы, по крайней мере, в этой студии, да, люди друг друга уважали. Болевая точка с Майя Санду. Хочу понять ее отношение к Унире и к НАТО. Вот, вы знаете, прошла кампания, прошло столько дебатов. Человеку 15 раз в лоб спрашивали ее личная позиция. Мы же говорим о личности в истории. И человек каждый раз уходит. Поясните, пожалуйста, она за вступление НАТО или против? Объясняю. Вот группа политтехнологов, которые работают, значит, с Игорем Николаевичем Додоном, они… У нас вопрос о Майя Санду. Я вам сейчас объяснил, дайте мне, потому что там без присоединения невозможно. У меня вот все дебаты, когда… Посмотрите, они просто-напросто пришли, и их задача, они занимаются тем, что они ищут какие-нибудь черные пятна. То есть они ищут… А это черное пятно? Нет, ну я же заканчиваю, вы еще мысли не дослушали. Да, мне просто интересно. Они ищут какие-то черные пятны. И когда они ничего не находят и видят, что на самом деле человека нечего зацепить, они «давай придумывать кучу всяких страшилок». Господин Кульминский, это важно, это важно. Я же не спрашиваю какие-то тонкости. Вы спрашиваете меня, будет ли Майя Санду в роли президента продвигать Унирю с Республикой Молдова, как только она… Это вообще не пролетело. Вообще вопрос не стоит на повестке дня. Меня интересует. Майя Санду, Унирю. Зачем вообще этот вопрос? Мне кажется, что вопрос неуместен с вашей точки зрения, потому что она сама очень четко ответила. Около месяца назад ее спросили, если бы в ближайшие воскресенья состоялись выборы и так далее, как бы проголосовали? Она четко ответила. Я бы проголосовала за Унирю. Понимаете, эти вот политтехнологи, которые там разрабатывают всякие страшинки, они потом уезжают из страны, а в стране остаются ровными. Их вообще сюда пускать не надо. Мы не говорим о том, как подают. Но в интервью ее ответ очевиден. Вот как раньше запечатали в 2005 году, когда приезжали политтехнологи, коммунисты их запечатывали, в окон ее отправляли обратно. Вот так и надо делать. Нам здесь жить, что было. Я пытаюсь, чтобы вы меня услышали. Я считаю, что это некое неуважение к модератору, когда человек задает прямой вопрос. Майя Санду, за вступление, за Унирю с Румынией или нет? Я вас очень уважаю. Вы даже сейчас не дослушиваете. А вы мне начинаете рассказывать про политтехнологов. Это все равно, что вы меня сейчас спросите. Людмила, а что вы будете делать сегодня вечером? А я вам расскажу. А знаете, внешнеполитический курс Республики Молдова сегодня таков. Это будет вежливый ответ? Нет. Я себе такого не позволяю. Если вы поинтересуетесь, я вам даже отвечу. Теперь давайте так. В отношении Унири мы не поняли. И никто не понял. Мы все пользуемся... Нет, Мила, я не согласен. Мы все четко поняли. Все абсолютно понятно. Она однозначно ответила. Она проголосовала за Унири. Дело в том, что просто важные приоритеты страны постоянно подменяются вопросами, которые для страны не важны. В стране у нас развалены абсолютно... Вы знаете, что Республика Молдова находится на 128-м месте из 136 стран по уровню институтов? Это вопрос государственности. Он не важен. Конечно, за государство. О чем здесь может быть итереть? Унирия – это и есть развал государственности. Как вы видите это в практическом плане? Расскажите. Я это вижу, что об Унирии на сегодняшний день действительно говорить не нужно. Если бы мне задали вопрос, проголосовала ли бы я, я бы сказал... Я против Унирия. Давайте мы поговорим о приоритетах страны. Я вас сегодня спрошу. А почему вы мне навязываете сейчас повестку? Зачем мы занимаемся обсуждением вопросов? Мы уже 10 минут потратили на обсуждение вопроса, которого нет. То, что вы сейчас делаете... Его просто нет в повестке дня, как такового. Секундочку. И не надо пугать людей этими вещами. Вы когда приходите в гости... Вы когда приходите в гости... Так это вы его в повестку дня вставляете. Вот партия социалистов его вставляет. А потому что он важен? Нет, это потому что на этом вопросе спекулируют. И на этом вопросе надеются отвлечь внимание... Вы не хотите, но на сегодняшний день есть ее ответ. Теперь она-то. Люнила, одну секунду. Только одну секунду. Пожалуйста. Значит, не нашего толка корреспондент. Далеко от наших взглядов спрашивает госпожу Майю Санду. Если в ближайшее воскресенье состоялись... И так далее, и так далее. Вы как проголосовали? Она однозначно отвечает за Унири. Ну, давайте вспомним, что она еще гражданка Румынии. А в Молдове... Ничего страшного, что у нас в Молдове... А вы считаете нормальным, что президент... Я не знаю, так это или не так? Так. Это тоже интервью от 29 декабря 2015... Нет. У меня нет другого гражданства. Вы в этом ничего не видите. Я не пытаюсь, кстати, баллотироваться на пост президента. Однако в программе, в платформе кандидата Игоря Дадона есть это требование. Какое? Вы раздуваете это на национальную... Раздуваете это вы. У Игоря Дадона есть другой гражданства. Вы раздуваете несуществующие проблемы. У Игоря Дадона есть? Вы раздуваете НАТО, Румыния. Значит, там кто там? Геи, лиспианки... Давайте мы успеем, если не будем перечитать, мы успеем все моменты. Вот заметьте, секунду, секунду. Да вы все это вмешаете в одну кучу, потому что просто никаких других аргументов. Господин Курминский, вас не остановить. У вас сейчас 5 минут молчания. А я вам сейчас скажу. Во-первых, с вашей стороны невежливо навязывать повестку. Те вопросы, которые я задаю, их задают на всех дебатах. Значит, есть интерес не только у меня одной, а есть интерес у всех журналистов. Это первое. Теперь второе. В отношении НАТО ответьте, пожалуйста, на вопрос. Майя Санду за вступление НАТО в НАТО или против? Вот мы знаем, что Дадон против. А что у нас? А что у нас? Состоится референдум или что у нас? Подождите, я не понимаю. Что за странные вопросы у меня задают? Нет, граждане хотят узнать позицию. У нас Молдова, нейтральное государство по своей конституции. Вы читали конституцию? Что вы за вопросы у меня странные задаете? А блок, который поддерживает Майя Санду... Вы знаете, вы уважаете... Какой блок? Какой блок? Ну, блок партии, который сегодня есть. Так. Значит, говорят, в том числе есть один министр, который относится к этому, который говорят, что надо пригласить НАТО. Да вы навязываете просто совершенно несуществующую сегодня, нет такой повестки дня, как вступление Молдова. Нет, ее не существует. Я понимаю, что вы год жили в Америке. Я вам сейчас расскажу одну вещь. И ничего такого не существует. Возможно, вам будет интересно. Давайте. У нас есть такой институт общественных политик, IPP. И вот регулярно, раз в полгода, они проводят опросы. И вот вы понимаете, в этом институте работает господин Барбароши, который известен своим хорошим отношением к Майя Санду. И вот под его руководством люди задают вопрос о вступлении в НАТО. Я вам скажу больше. И люди на него отвечают. То есть интерес есть. Вы доверяете IPP? Да? Вы видели процент людей, которые говорят за то, что они вступили за вступление Молдова? Я видела. Какое? Я видела. Ну, озвучьте это. 15%. 15%. О чем здесь вообще можно говорить? Какой разговор на это можно? Мне интересно, чтобы Майя Санду это сказала. Давайте теперь к таможенному союзу. 15% входит госпожа Санду сказала. Я против вступления в НАТО. Она может так сказать? Ну, знаете, я не буду предупреждать. Просто завтра будет дебат. Я думаю, что она очень точно. Хорошо. У вас нет ответа. Скажите откровенно. Я просто говорю вам, что вы вместе с политехнологами навязываете людям, гражданам страны, несуществующую повестку. Мы назвали вопрос о двойном гражданстве. И не вышли. Не уточнили. Я сегодня получу возможность поговорить о темах, которые интересуют в том числе и другую часть общества. Например, таможенный союз, организация договора коллективной безопасности и многие другие вещи. Или мы на него говорим о том, что вы получите. Если будем тратить 10 минут на одном месте. Так это вы тратите. Я уже на эти вопросы по НАТО и по Румынии вам еще раз один раз говорю. Не существующие темы. Если вы нас больше двоих вместе взяты, два раза говорите. Если вы сократите и будете отвечать на вопросы, у нас будет шанс. Вам слово. Таймера. Согласна. Но это не дебат. Значит, ты согласен. Мы задели вопрос о двойном гражданстве. Вы постарались уйти. Я хочу вернуться к нему. Давайте. У кандидата Игоря Дадона есть такое предложение, которое в случае избрания он постарается реализовать. Именно министры, депутаты, прокуроры, судьи в случае, если будут назначаться и утверждаться на должностях и выяснится, что у них есть второе, третье гражданство, они должны будут выбирать или остаются в этих должностях и оставляют все другие гражданства и являются гражданами Республики Молдова или в случае, если не хотят оставить это гражданство, второе и третье, они не могут быть утвержденными. Любое второе гражданство. Любое второе. Любое второе. Совершенно верно. А вы посчитали, сколько людей вам придется вычистить из системы государственного управления вот с таким подходом? Вы знаете, что вы там реально будете десятки тысяч людей увольнять с работы? Вы к этому стремитесь? Мы считаем, что увольнение... Вы знаете, сколько человек нужно будет вычистить, просто взять и выбросить их на улицу, потому что у них два гражданства. А в Молдове возвращено два гражданства или нет? Да. Это закон? По законодательству, да. В Канаде, в США, во многих других европейских странах. Нет, знаете, давайте мы сейчас всю службу государственного управления по предложению господина Додона, всю почистим. Ее надо укреплять. Там 10 тысяч человек. Не закрывать, а надо укреплять. А как же вы? Вы же хотите почистить от всех, у кого есть. Давайте на одном примере я вам расскажу. А с российским гражданством тоже будем увольнять? Да. И с российским будем увольнять? Конечно. С румынским увольнять? С канадским? Абсолютно. А если мы захотим пригласить какого-нибудь, например, очень хорошего специалиста, как это делается, допустим, в Украине? Так. И какие полномочия мы дадим? Хороший профессионал. Консультанта? Министр. Вот вы сейчас уводите, вы сейчас уводите разговорную другую тему, а потом будете удивляться, почему мы не успели. А если у нас есть, например, если у нас, допустим, вот вы знаете, что в Республике Молдова, в том числе в Российской Федерации, в топ корпорациях работают, работают очень хорошие специалисты. А если мы их пригласим? Если мы их пригласим? Если я начну то же самое без остановки говорить, что-то будет? Хорошо. Господин Кульмин, я стекунду. Секунду. Я вас убедительно прошу. Я понимаю, что вы взяли такую тактику, что надо говорить без остановок и вот как-то вот это все будет, понимаете? Это выглядит именно так. Я прошу вас иногда умолкать. Спасибо. Кандидату Игорю Дадон ясно, что надо укреплять государство Республики Молдова. Одно из предложений, которые он имеет, через гражданство Республики Молдова. Когда человек зачитывает вторую, третью клятву второго, третьего государства, неизвестно, какому государству он служит. Поэтому кандидат Игорь Дадон придержится мнения, что на высоких должностях, я назвал на каких, значит, надо иметь только гражданство Республики Молдова. Если я правильно вас понимаю, вы не против двойного гражданства, но против того, чтобы не потаре... Рядовой человек, рядовой человек, находящийся на и в том числе на государственной службе, но не упомянутых мною должностях, ничего не изменит. Хорошо, господин Кульминский, вы можете... Нет, я не завершу. Переживаю, что вы абсолютно сейчас... Нам говорят о том, что есть другой опыт. Давайте я вам скажу по примеру Германии. Я просто переживаю, что мы не успеем поговорить о том же нам союзе. Я просто вам скажу, что вот такой подход, когда, значит, мы будем зачищать... Вы опять не даете мне завершить это. Да, конечно. Значит, нам говорят, на примере Германии, к примеру, значит, в Германии по-другому. Значит, служащий, который только подумал и сделал шаг от своих государственных обязанностей, тут же есть специальные службы, которые ему вовремя напомнят, а если он уже совершил что-то, приведут его к порядку. Значит, почему нельзя Молдове идти по этому пути? Вы имеете в виду в плане гражданства или чего? Да, потому что у нас эти службы очень слабые. Нельзя сегодня, эти службы не будут следить за тем. И пример такой коррупции говорит о том, что эти службы не следят за функционером. Поэтому господин Игорь Дадон, придерживаясь такого мнения, и в случае избрания он внесет законодателю инициативу, чтобы законы Молдовы были изымены с точки зрения... Я все время хочу... Да, позволяю. Но я хочу дополнить этот вопрос. Вы можете себе представить, что президент Соединенных Штатов был гражданином Канады? Что президент Соединенных Штатов? Да, был гражданином Канады. А вы знаете, там вопрос так не стоит совершенно. Вы можете себе представить, чтобы президент Франции был гражданином Италии? А вопрос так совершенно не стоит. Правильно, потому что эти люди патриоты. Потому что у них так вопрос стоять не может. Он, к сожалению, стоит вот так у нас. Я про патриотизм, я про патриотизм еще много чего. Но позвольте мне вам... Я хочу добавить... Допустим, специалист... По конституционному суду... Теперь вы не даете мне сказать, если вы хотите как-то просто рассказать. Я учусь у вас. А, понятно. Значит, мне в каждом селе говорят о конституционном суде. Кстати, да. Что вот когда 4 марта это решение, значит, свершилось, вот как... Какая клятва? Да, какой клятвой действовали, значит, эти судьи и так далее. И мне нечего, значит, парировать этим гражданам, которые так говорят. Действительно, этот вопрос есть. И привод к тому, чтобы высшие руководители, судьи, прокуроры имели только гражданство Республики Молдова, приведет к оздоровлению государственной системы Республики Молдова. Я сегодня успею что-то сказать? Я успею что-то? Да. Дайте два вопроса. Если можно, два вопроса. Вопрос номер один. Вопрос номер один. Если какой-нибудь очень хороший специалист, который получил опыт серьезной работы на руководящих должностях в хороших корпорациях в Российской Федерации, возвращается в Республику Молдова, он не сможет занимать здесь никакие руководящие должности? Номер один. Еще один. Второй вопрос. Сможет. Когда господин Додон голосовал за президента Николая Тимофтьева в 2012 году, он что, вот то, что вы сейчас продвигаете, не знал? Он же, он сделал как раз то, что вы... А разве уместно говорить с точки зрения, что назад? Нет, ну подождите, Додон уже сделал это. Когда-нибудь накапливается определенный объем знаний, Игорь Николаевич Додон переродился и стал совершенно другим человеком. А при чем тут второе гражданство и 2012 год? Нет, подождите, он голосовал за человека, у которого было двойное гражданство? Нет, у меня только вопрос. Вы считаете... Ну тогда законодательство такое было. Нет, подождите, почему это законодательство такое? Он голосовал или нет? Вы знаете, можно поднять и посмотреть, какая у него была позиция. Нет, ну я на этот же вопрос отвечаю. Понимаете, Игорь Додон постоянно меняет свои точки зрения. Его вообще невозможно поймать по поводу какой-то конкретной политики в области государственного управления, вообще невозможно понять, что он хочет. Сегодня он за таможенный союз, завтра он против. Вернее, вчера он был против таможенного союза, он говорил, что вступить туда невозможно через Украину. Если вы меня спрашиваете, я вам объясню. Значит, сегодня мы за то, чтобы договор с Европейским союзом об ассоциации укреплять и всячески поддерживать, завтра мы против этого. Сегодня мы обещаем России, что мы план конфедерации по Приднестровью продвинем. Давайте не будем называть, давайте по очереди. Я уверен, что Игорь Николаевич откажется от этих обещаний. Он откажется от этого. Он не сможет это продвинуть ни при каких обстоятельствах, он откажется от этого. Вы знаете... И вот так по каждой области государственного управления. Давайте по очереди, давайте по очереди. Не будем называть проблему, а, значит, вам интересно... Нет, я хочу получить ответ на все-таки на свой вопрос. Почему мы не можем говорить о том, что президент США не может быть гражданин Канады? Почему мы не можем говорить, что президентом Франции не может быть гражданин Италии? А мы можем говорить, что президентом Молдовы может быть гражданин Румынии? Я хочу понять. Я объясню. Я хочу понять, Майя Санду, она в принципе, нет, секундочку, Майя Санду, она ведь ориентируется на туда, на Запад, да? Вот говорит, что вот там все самое лучшее, там демократические стандарты. Она намерена перенимать вот этот вопрос? Почему в этом направлении не учится? Почему вот это нет? А вы у Игоря Николаевича Додона спросите, который сделал вот именно это, о чем вы сейчас говорите. Вы знаете, это не вежливо. Ну почему? Вы ему задаете этот вопрос, пусть он ответит. Я задам вопрос этот Игорю Николаевичу, секунду, и секунду, у Игоря Николаевича нет. К сожалению, второго гражданства. Я бы задала. Почему к сожалению? Для вашего сожалению, чтобы вы сейчас стояли и не говорили, чтобы я ему задавала этот вопрос. А по поводу, по поводу, вы задали вопрос по поводу Майя Санду. Да, пожалуйста, по-настоящему. Я скажу вам, просто поймите одну простую вещь, что я полагаю, что она сейчас расставляет приоритеты государственных интересов очень правильно. Это внутренние реформы, это внутренние реформы, это борьба с теневой экономикой, это создание функциональной системы госуправления. Мы не будем верить прессе, которая написала, что сегодня... Это не НАТО, это не Румыния, это не все эти выдуманные вопросы. Сегодня пресса написала, что Майя Санду в печали. Не знаю, не берусь, да? Во-первых, мне интересно ее... Не, ну вы же на Додона переходите. Мне интересна ее позиция по поводу господина Трампа. Мне интересна ее позиция, я ее на сегодня не получила. Госпожа Майя Санду завтра придет на дебат? Я не могу вам этого сказать, честно. Вы знаете, я заметила, это тактика всегда людей, которые приходят от лагеря Майя Санду. Как-то вот они говорят, говорят, а потом задаешь четкий вопрос, они говорят, я не знаю, спросите у нее. Нет, ну хорошо, я могу позвонить, если вы хотите сейчас в перерыве, и узнаю, хорошо? Нет, прямо сейчас вы можете, было бы интересно. А мы вам предоставим. Мы вам предоставим телефон, не проблема. Придет, если эти дебаты запланированы, если об этом была договоренность, конечно. Придет все-таки. Окей, это важно. Да, пожалуйста, Андрей Кириллович. Значит, вы спросили по таможенному союзу. Давайте. Логика большая есть, и никаких изменений. А таможенный союз существует, Андрей Кириллович? Я поэтому хочу начать. А как мы идем, через Украину будем? Вы никогда. Нет, можно вам вопрос, таможенный союз существует, господин Кульминский? Так Додон в него вступает. Следовательно, существует. Я не Додон, а я вас спрашиваю, существует таможенный союз? Давайте так, если Игорь Додон в него вступает, значит, он существует. Господин Кульминский, это вы сейчас, да? Спасибо, что вы хоть на один вопрос ответили прямо. Таможенный союз существует? Подождите, мы это читаем в программе, вы кандидат. Господин Кульминский, таможенный союз существует? Таможенный союз? Да, сегодня. Но он по-другому называется. Он называется по-другому. Почему же тогда спрашивают у меня о таможенном союзе? Я вас обожаю. Продолжайте в том же деле. Андрей Кириллович. Есть одно изменение, которое вы не хотите уловить, или специально, чтобы красивее было в выборной кампании. Действительно, в начале были вопросы, когда формировался таможенный союз и евразийское сообщество с точки зрения отсутствия общих границ. Какие страны в него входят? Общих границ. В таможенный союз и евразийское сообщество? Не, ну мне интересно. Я как бы понимаю, что... Какие страны? Пять стран входят. Значит, три имеют общие границы. Ну, зачем мы сейчас говорим вот эти вот вещи? Если человек, который представлял внешнюю политику, не знает, я могу ответить? Он не представлял, он был советником государственной альянс. Организация договора коллективной безопасности. Туда какие страны входят? Это военный альянс под Космурсией. А при чем тут прочитать? А вы не видите там никакой взаимосвязи между этими? Первый вопрос я считал случайным. Андрей Кириллович, а вы спросите, какие страны входят в НАТО, и у нас дебаты будут просто обалденные, интересными, а главное, познавательными. Возвращаюсь к этому вопросу. Вначале действительно существовал вопрос о том, как вести торговлю и другие дела при отсутствии общей границы. Вначале действительно этот вопрос был, и тогда Игорь Дадон говорил о том, что есть сложности. Сейчас, когда у Армении нет общей границы с первыми тремя странами, которые сформировали Евразийский союз, было принято решение, что они действуют по транзитным документам. И вопрос был снят. Сегодня не важно, имеешь общую границу с первыми тремя странами или нет. Дальше последовала Киргизия. У нее тоже еще дальше расстояние, еще больше. Поэтому эти вопросы давно решаются в Евразийском сообществе, и сегодня этот вопрос не существует. Вы специально, вы как представители Майи Санду, специально говорить о том, что вот таможенный союз, специально подчеркивать это выражение, в то время, когда в наших документах есть Евразийское сообщество. Хорошо. Сейчас мне интересна позиция... У меня не будет возможности на эту тему. А вы еще хотите что-то сказать? Мы вроде бы только начали про таможенный союз и про Евразийский союз. Вы знаете, вы когда приходите в гости к человеку, вас угощают обедом. Вы когда приходите, вы что говорите? Вот вы меню выбираете? Вы говорите, нет, отнесите этот борщ, я буду сух. Нет, но если это вопрос он обоим представителям или только одному? Вопрос вы уже высказали. Нет, вы меня спросили. Мы говорили, что таможенный союз нет. Вы меня спросили о Евразийском, что Игорь Дадон меняет. Я вам сказал, что не меняет точку зрения. Можно я скажу хотя бы свои несколько вопросов? Раз вы что-то скажете новое, с удовольствием. Пожалуйста. Значит, Игорь Дадон говорил, что вступление в Евразийский союз, в таможенный союз, давайте назовем его как угодно, невозможно для Республики Молдовы. Оно невозможно. Он не говорил тогда, что да. Он говорил, что это невозможно. И что люди, которые продвигают такого рода решения, они очень плохо разбираются в геополитике. Тогда он говорил, что Молдова должна оставаться с Европейским союзом, должен быть продвигаться договор об ассоциации с Европейским союзом. Сегодня он собирается в таможенный союз вступать. Как он это будет делать через Украину? Я лично себе представляю, с огромным трудом. Посмотрите, что происходит на Украине. Просто посмотрите, что там происходит. И когда Игорь Дадон говорит о том, что сегодня мы с Западом, завтра мы с Востоком, потом мы идем еще куда-то. А что говорит Моя Санду в отношении России? Мне интересно. Это позиция идет к серьезным проблемам для страны. Хорошо, у меня просьба к вам. Свалу этой страны, понимаете? Нельзя так играть. Когда в далеком Ханчешском селе представитель вашего блока партии говорит что-то, и он не понимает, а просто берет что-то, чтобы уколоть нашего кандидата Игоря Дадона, я понимаю. Но когда вы это прекрасно понимаете, значит, я... Я понимаю, что Игорь Дадон... Время у нас осталось еще 3 минуты, к сожалению. Я понимаю, что Игорь Дадон ведет двойную игру между Западами. Он вот так балансирует. И думает, что он... Я вам хочу сказать. Но он проиграет, потому что в Украине это закончилось очень плохо. Если есть разница в подходах Игоря Дадона, значит, до этого года... А какой у него подход, я до сих пор не могу видеть. Он вчера одно, сегодня другое, завтра еще одно. Андрей Кирилович, я вам даю 30 секунд, и мы завершаем. Если есть разница, это связано с тем, что кандидат Игорь Дадон хочет и будет президентом всего народа. Он не может взять багаж партии социалистов, полностью, 100% взять с собой в президентуру и сказать, я президент всего народа молдавского. Значит, что касается отношения нашего к договору об ассоциации, к другим документам, они остаются на контроле, на контроле у партии социалистов. Игорь Дадон разделил эту страну на два лагеря, он ее разломал, и своими технологиями ложью разломал. Я говорю, какой класс господин Кульминский, все. Вот если бы вы меньше говорили о посторонних вещах и не пытались навязать мне свою повестку, то, возможно, мы бы поговорили бы, я бы с удовольствием дала, но вы говорите оба и много. Я вам дам сейчас по 30 секунд, это традиция этих программ, чтобы вы дали какой-то совет. Вы Игорю Дадону совет на эти несколько дней, а вы Майя Санду. Давайте нам, давайте наоборот. Господин Кульминский, вам не кажется, что вы ведете себя неприлично? Не кажется? Спасибо. Ваш совет Майя Санду, а ваш совет Игорю Дадону. Ваша камера. Я думаю, что вот все те навязанные темы, на которые пытаются обратить внимание, включая геополитические вопросы, включая вступление в НАТО, вступление в вопросы Румынии, вся эта грязная кампания, отвратительно грязная кампания, которая проводится партией социалистов против кандидата Майя Санду, я считаю, что на это обращать внимание просто не стоит. Страна очень сильно разделена, в стране существует огромное количество проблем, и та повестка дня, которая была выбрана, она абсолютно правильная. Это внутренние реформы, это местные органы власти, которым нужно дать соответствующие полномочия. Значит, это создание функциональной системы государственного аппарата. И именно на этих вещах стоит сконцентрировать свое внимание, чтобы страна была объединена. Нужно двигаться по этой повестке дня и правильно расставлять все приоритеты этой страны. Это внутренние реформы, ничего больше. Ваш совет Игорю Дадону, ваша камера. Наш кандидат ни в каких советах не нуждается, он действует по своему плану. Мы говорили сегодня о внешней политике, он никого, он будет спрашивать, мнение и другое, но он готов принимать решения по другим вопросам, в отличие от контркандидата, которая должна по каждому вопросу спрашивать, советоваться и так далее. Он полностью готов, и он знает, что делать, и он будет избран президентом Республики Молдова. Мы об этом просим избирателей Республики. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Сумбурная получилась беседа, потому что впервые на моей журналистской практике, я 20 лет, как на телевидении, приходит человек, который пытается для меня сформировать мою же повестку дня. Никогда так не делайте. Это мой совет вам. Благодарю вас всё равно, что пришли, что говорили на эти темы. Телезрителям говорю, что вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok